Одна из составляющих ритейла – это логистика. И об этом мы сегодня поговорим с Денисом Китушкиным, генеральным директором отчаторской логистической компании. Тема логистики в последнее время особенно стала актуальна. Последние два года весьма и весьма турбулентно поменяли составляющие рынка. Активно выросли маркетплейсы, очень сильно выросли вайн-канал. И это все повлияло на то, как развивается логистика. Денис, в последнее время непросто. Как вы перестраивали за последнее время именно работу вашей компании для того, чтобы соответствовать тем вызовам, которые вы использовали? Ну, логистика – это сложный процесс, если глобально смотреть. Это некое такое переплетение большого количества бизнес-процессов. Там участвуют и клиенты наши, и партнеры, и сотрудники, и куча всякой интеграции и автоматизации. Вот. И даже состояние водителя порой может нарушить большущую-большущую цепочку. Вот. И это для нас повседневная задача, поэтому мы, в принципе, всегда готовы к каким-то сложностям. Это для нас обычная история, обычная жизнь. И это наша работа. Соответствует клиенту 24 на 7, то есть буквально у вас все время грузы в пути, движения. Вот если мы обозначим какие-то ключевые сложности, с которыми вот за эти два года вы успешно справились, какие вы их назвали? Ключевые сложности, но основные сложности, которые я наблюдаю, это дефицит транспорта. Ну, это за последний год у нас сложилась такая ситуация. Проблема с кадрами, запчасти, материалы, рост цен на них. Вот это основное. Вот это все вы решаете путем, скажем так, улучшения внутри или все-таки налаживаете новые связи со своими партнерами? Или это гибридная история, чтобы действительно у запчасти резкая проблема возникла в последнее время? Ну, в смысле, какими ресурсами, какими инструментами? Ну, это работа с партнерами, это поиск новых партнеров, поставщиков, это также отстраивание, оптимизация каких-то внутренних процессов. То есть где-то, ну, условно, на примере транспорта водитель что-то может сделать сам, да, или какой-то сотрудник тоже может сделать сам, пока вот мы в какой-то вот такой неопределенности находимся. Сколько сейчас в вашей системе партнеров, с которыми взаимодействуют, как выросло количество партнеров за последнее время? Партнеров? Ну, основные наши партнеры – это перевозчики, это крупные компании, у них количество транспорта там достигает до несколько тысяч автомобилей. Честно сказать, я уже перестал за этим следить, но когда я вижу список в 1С, то он, ну, вот такой. А если вы специализируетесь в поставке торговой сети, как вы могли бы этот момент для себя нам подсветить, в чем особенность все-таки работы по поставкам в торговые сети, в чем уникальность вашего предложения рынку именно в этом направлении? Ну, вообще, это наш флагманский продукт. Нас, в принципе, знает вся публика, которая здесь присутствует, именно по этому продукту, то есть мы доставляем в торговые сети, мы являемся экспертами, мы входим в топ-5 компаний, может быть, даже в топ-3. Основные наши отличия – это доставка точно в срок, то есть если мы говорим про этот показатель, то у нас 98% доставок точно в срок происходит. А этот показатель, я понимаю, что на полке, вот когда на полке, сервисы уже вовремя, а как этот показатель у вас называется, когда точно в срок доставки? Понятно. Возвращаясь по всем трудностям, вот турбулентность рынка, она такова, что действительно каждый новый кризис заставляет меняться. Вот в интервью осенью 22-го вы обозначили, что кризис 22-го года, который вот нас преследовал там, начиная с февраля-марта, вы его там довольно оперативно пережили. Следует ли это из того, чтобы просто уже научились срабатывать с любыми непростыми ситуациями? Да, так и есть. Мы, ну, в принципе, каждый кризис – это для нас новая возможность, мы выходим из зоны комфорта. Первые наши кризисы, когда мы начинали бизнес, это для нас было как мучения и страдания, некое уныние было, вот. А потом мы уже знаем, что мы собираемся все, общаемся, что-то придумываем, вот. Это уже стало на потоке тоже обычное дело. Я сейчас не могу не посмотреть вокруг вот на стенде и вижу некоторые вещи, которые меня точно подтягивают внимание. И именно вот я вижу, собственно, IT-разработки под клиентов. Вот что под этим подразумевается? И чем, ну, наверное, вот на этот вопрос, собственно, IT-разработки под клиентов. Что под этим у вас подразумевается? Ну, эти разработки связаны, безусловно, с сервисом. Вот. Это разработка личного кабинета, как по услуге, там, ТМС, ну, то есть по транспортной логистике, по складской логистике. Это различные интеграции с системами клиента, различные отчеты. То есть, ну, такой достаточно индивидуальный подход. Это, на самом деле, тоже наша сильная сторона и является некоторым якорем для некоторых клиентов, потому что, ну, другого, в другом месте они, этого не могут получить. Да, они буквально в телефоне могут увидеть, где находится в этот момент их машина и груз? Ну, статус могут увидеть, да, статус. Но машину нет, пока нет. Скоро будет, да? Скоро будет. Так работа будет. Ну, на самом деле, автоматизация, цифровизация отрасли практически во всех потребительских, ну, во всех рынках, она очень активно идет, и это уже становится must-have. То есть, обязательно, да, вот какая-то внутренняя крупная интеграция. И да, якорь, о котором вы говорите, это действительно привыкает лидер. Если возвращаться к последнему времени, идет активная замена большим логистическим компаниям, которые ранее работали в нашем рынке, с одной стороны, и с другой стороны крупные производители уходят. Как вот в этом плане у вас сейчас перестраивается работа? Пришло ли у вас новые клиенты? Ну, обозначите, как в этом векторе сейчас у вас двигаются дела? Да, действительно, часть компаний, ну, уходила еще в 20-м году, когда терялись там связи с поставками, с импортом. Вот, сейчас это тоже происходит. Компании уходят, и поставщики, то есть наши клиенты уходят, и те, кто делают услугу, уходят. Вот, для нас это позитивно, потому что есть такие ситуации, когда наш клиент, с которым мы очень хотим работать, он глубоко и закоренелось сидит где-то, и его не вытащишь. Вот, а когда на его место приходит новый поставщик, ну, для торговых сетей, естественно, они начинают отбирать, смотреть, интересоваться. Вот, и здесь появляемся мы. Денис, в последнее время тарифы на логистику очень сильно клепаются, да, то есть где-то рост, где-то снижение, в основном рост. Как вы сейчас видите этот тренд, и как вы помогаете вашим клиентам, ну, скажем так, иметь возможность контролировать эти расходы? Ну, основной затратой, ну, или себестоимость перевозки – это магистральные автомобильные вот эти доставки. То есть на это, в принципе, повлиять невозможно. На это может повлиять только наше правительство, экономика, вот, ну, то есть что-то такое глобальное. Клиенты часто, конечно, путают эти понятия. Есть сверх этого, ну, оно может быть как добавленная стоимость расцениваться, но на самом деле клиентам что нужным? Ну, понятно, что им нужно доставить из точки А в точку Б, но если мы говорим про доставку в сети, здесь что важно? Важно, чтобы не опоздали, да, потому что есть компании, которые не соблюдают графики доставки, то есть они ждут наполнения, пока наполнятся, отправились. Вот, мы же порой жертвуем своей маржинальностью, отправляем что-то недогруженное. Вот это одна из... А это же как раз по недогружению, это когда неполная идет, неполность упакованная машина, да? Да, да. То есть, например, там половина палет стоит, а половина пустоя стоит. Ну, условно, да, так. То есть это же как? Утилизация. Утилизация, да, логистики. Немножко я знаю понятий, да. То есть вы готовы везти неполную машину, лишь бы выполнить заказ? Да, или в момент, когда есть огромный дефицит транспорта, когда цены растут до потолка, вот, ну, мы не подводим своих клиентов, мы это отправляем, ну, немножко жертвуем ради отношений, ради лояльности клиента. Это стратегия, да? Да, это стратегия наша. Хорошо. Используя каких инструментов позволяет поставщикам, ритейлерам снижать расходы на логистику, какими инструментами именно ОЛК может порастаться? Первое, то, что я вам сказал, доставка в срок. Второе, это быстрая скорость коммуникаций. То есть у нас есть менеджеры, персональные менеджеры у каждого клиента, который в онлайн-режиме решает любую ситуацию, потому что если поставщик сетью что-то не решит за какой-то определенный период времени, будет возврат, это дополнительные расходы. Об этом, как правило, никто не думает, когда рассматривают коммерческие предложения, но это действительно снижает расходы. Вот, также у нас на каждой выгрузке есть наши штатные представители, экспедиторы, которые непосредственно на адресах тоже решают ряд задач, документы оборот и так далее. Вот. И важно, наверное, отметить все-таки доставку в срок, потому что у каждого поставщика существует некий рейтинг торговой сети, да. И когда ставится задача логисту снизить цену, вот он ее снижает. Да, но часто бывает, что он снижает и рейтинг поставщика. А ведь у многих продавцов, у кого канал продаж торговой сети, ну, большую долю они занимают. И если смотреть с этой точки зрения, да, там, переплатили 2% от общего бюджета или 1%, ну, это не стоит того, чтобы нарушать взаимоотношения с сетью, да, и тем самым, как бы, снизить объем заказов туда. Доставка в маркетплейс. Есть ли какая-то особенность? Именно вот этот канал, который последние пару-треку лет очень стал востребованным, и очень много, именно у малых, кстати говоря, поставщиков, да. Как-то можете здесь отметить, в чем какая-то ключевая особенность? Или это такая же регулярная работа, как и сеть востребованная? Ну, если мы говорим про транспортировку, да, про доставку, то, в принципе, да, это такая же работа, это доставка в тот же распределительный центр, но только не торговой сети, а маркетплейс. Вот мы это делаем. Есть, конечно, там какие-то, ну, даже не есть, а бывали. Бывали какие-то сложности, но это на первых этапах доставки мы это все порешали, и для нас теперь это… Кризис – это сложности, но и это же время возможностей. Какие возможности для вас каждый новый кризис открывает? Ну, мы действительно рассматриваем кризис как время возможностей. За 18 лет их было несколько, можно вот на одной руке так все пересчитать. Вот, каждый кризис нам давал либо новый продукт, либо серьезные изменения в бизнес-процессах компании, ну, либо еще какие-то решения, связанные… Клиенту, да? А, новый клиент, да. Вот, какие возможности? Ну, вот в последний кризис мы серьезно стали уделять внимание финансовой системе компании, то есть мы выстраиваем управленческую отчетность, автоматизируем все. Вот, много чего видим, что не видели, и счастье и радость, когда мы видим положительные цифры в финансовом результате компании, вот это, наверное… То есть это тонкая настройка бизнес-процессов компании, который у них появляется… Да, да, то есть это уже глубина такая на качество, там не на количество именно. Мы сейчас находимся на 30-й выставке Prodexpo, она юбилейная, вы регулярные участники этой выставки. С чем вы сюда пришли на аудиторию и почему работаете на этой выставке на регулярность? Да, действительно, мы посещаем ее уже довольно-таки долгое время. Почему? Почему мы сюда приходим? Ну, здесь не буду кривить душой, 100% аудитория, целевая аудитория нашей компании. Вот, мы здесь общаемся и формально, и неформально с нашими действующими клиентами, также общаемся с потенциальными клиентами. Это уже, как, знаете, у продавцов даже в порядке вещей назначить встречу на Prodexpo. Со слоником. Со слоником, да. Приходите к нам или скажите, где мы вас найдем. Вот. Ну, что мы хотим, что мы здесь делаем вообще, да? Что мы презентуем, о чем мы разговариваем? Мы подчеркиваем свои сильные стороны, это то, что мы доставляем точно в срок, мы помогаем избавиться от штрафов, мы помогаем организовать документы оборот, у нас лучшие коммуникации, персональные менеджеры и так далее. Это все, мы об этом всегда рассказываем, всегда готовы объяснить, почему это, то есть не просто сказать, что мы это делаем, а как у нас устроено, непосредственно рассказать, сам бизнес-процесс. Вот. И, конечно, как некое уже такое правило, мы на Prodexpo сегодня презентуем нашу новую услугу Fulfillment. В прошлом году была одна, сейчас другая. Вот мы о ней рассказываем. Слушайте, я могу только пожелать вам удачи и чтобы в телефонной книжке ваших клиентов слоник регулярно упоминался, что компания запоминала и запоминалась и люди привыкали работать именно с вами. Ну и чтобы грузовики, машины с вашим слоником в большом количестве мы встречали на наших российских дорогах. Успехов! Спасибо, Наталья. Можешь еще одно интервью в рамках нашего сайта retail.ru. Мы поговорили чуть-чуть о логистике. Да, немного, да, чуть-чуть, но это одна из важных задач, которую регулярно решают коллеги. Рассказывайте о себе, больше, на странице нашего сайта. Приглашайте!